Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшнее видео хочется посвятить любителям творога и тыквы. Поэтому будем готовить творожно-тыквенную запеканку. Сначала берем 500 грамм очищенной тыквы, нарежем на кубики и будем отваривать в течение 30 минут. У меня трое детей с разными вкусовыми предпочтениями, которые я должна была учитывать, чтобы никто не остался голодным. Поэтому я взяла за правило такой принцип. Пища должна быть не только вкусной, но и красиво оформленной, чтобы при взгляде на нее сразу появлялся аппетит. Также берем 600 грамм творога у нас домашний. Его нужно будет перетереть через сито или перемолоть на мясорубке. Готовую тыкву отсаживаем, перетираем через сито и даем остыть. Не знаю, как вы, а я люблю, чтобы во время приготовления все было под рукой. У меня здесь сахар, перетертая тыква, соль, кукурузный крахмал, 4 яйца и ванильный сахар, а также перетертый творог. Все рядышком. В тыквенное пюре добавляем 3 чайной ложки соли. Распределяем равномерно. И 1 столовую ложку сахара. И хорошенько размешиваем. Разделяем 2 яйца на желтки и белки. И желтки отправляем к тыквенному пюре. А белки пока отставим в сторону. И хорошенько перемешиваем тыкву с желтками. Добавляем 2 столовые ложки кукурузного крахмала. И хорошенько размешиваем. Теперь взбиваем белки со щепоткой соли до пены. Как это сделать быстро, можете найти в описании ссылку на видео. Взбитые белки добавляем к тыквенному пюре. Теперь аккуратно перемешиваем снизу вверх, чтобы наши белки не осели. И вот тыквенная часть запеканки готова. Переходим к творожной. В творог добавляем пол чайной ложки соли. Затем добавляем 2-3 столовые ложки сахара. Зависит от того, насколько сладкое вы любите. И один пакетик ванильного сахара. Оставшиеся 2 яйца тоже разделяем на желтки и белки. Желтки отправляем к нашему творогу. И хорошенько перемешиваем. Всыпаем 2 столовые ложки кукурузного крахмала. И тщательно перемешиваем. Белки взбиваем до плотных пиков. Вводим в творог 1 третью часть белков и перемешиваем все. После этого добавляем оставшуюся пену и аккуратно перемешиваем снизу вверх, чтобы белки не осели. В середину формы для выпекания выкладываем 1 ложку творожной массы, потом тыквенного пюре. Серединка у нас немножко не так определилась. Будем теперь выравнивать. И так чередуем до конца, пока у нас есть творожная масса и тыквенное пюре. Форму немного встряхнем, чтобы выровнять. И рисуем шпажкой полоски через все слои, чтобы сформировался такой внутренний рисунок. Отправляем нашу запеканку в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут. Вы только посмотрите, какая красивая золотистая получилась у нас запеканка. Ароматная и какая мягенькая, нежная. Я уже чувствую, что это просто класс будет. Запеканке нужно дать остыть перед подачей. У нас она остыла где-то час. А вот уже чья-то тарелочка спешит на дегустацию. Посмотрите, какая красавица. Она очень-очень нежная получилась. Ароматная. И такая же остается на следующий день. Обязательно попробуйте, вам понравится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...